Всем привет, с вами канал InDubai И сегодня мы приехали с вами на фруктовый и овощной рынок Fruit and Vegetable Market На самом деле, когда мы здесь жили в Дубае Многие знакомые нам рассказывали про этот рынок Но мы, когда здесь жили, у нас не было машины Этот рынок далеко находится от города, то есть ближе к пустыне На метро на нем не добраться На автобусе, я не знаю, ходит-не ходит, тоже проблема, наверное На такси дорого сюда ехать, смысла нет И поэтому мы сюда не ездили, хотя про этот рынок знали А фрукты, все овощи покупали уже в ближайшем супермаркете в Карифуре обычно Вот, сейчас у нас есть машина, и мы приехали сюда на рынок И давайте посмотрим, что здесь можно купить, какие цены и какие фрукты здесь есть на выбор На этом рынке все продается коробками, ящиками Никаких килограммов и граммов И цена, естественно, озвучит за коробку, за ящик Здесь можно попробовать перед покупкой И сейчас мы насладимся арбузиком Арбуз хороший, берем, берем Как видите, торговля идет очень бойко, продавцы зазывают, предлагают угостить, обещают скидки дешево Как ты назвал? Мустак Ахмед Мустак Ахмед Арбузы из Саудовской Аравии нам предлагают Приходите сюда покупать арбузы Это из Бангладеша, Иврам? Россия, Россия Россия, Россия Бангладеш, Россия Россия, Бангладеш, это Байбрадар, Спания Окей, спасибо Спасибо большое Как видите, продавцы здесь бывают довольно приставучие Поэтому будьте осторожны, не поддавайтесь на их уговоры Если вам не нравится такое селеобщение, лучше пройдите вглубь рынка Здесь уже как-то поспокойнее, потише И, как видите, здесь также есть свежая зелень Я спрашивал у продавцов, какая-то зелень из Амана, какая-то из Ирана Но она действительно вся свежая, видимо, только-только сегодня с утра завезли Когда вы приезжаете на рынок, сразу вам предлагают услуги местные носильщики Вот с такой тележкой, вот мы уже набрали пол тележки Цена здесь у них не фиксируется за их услуги, поэтому это уже на ваше усмотрение Я спросил, сколько стоит, он говорит, ну, сколько дашь, столько дашь А здесь мы решили купить киви и яблоки Яблоки и киви из Ирана 3,5 килограмма за 15 дирхам И киви? 15 дирхам 2 килограмма киви и 15 дирхам 3,5 килограмма яблок Еще мы решили взять мешок картошки Но мешок картошки, это слишком громко сказано Вот такую вот упаковочку Это картошка с Пакистана 10 дирхам Еще решили взять морковку и баклажаны Значит, морковка, вот этот пакетик, 5 дирхам Морковка, к сожалению, китайская На самом деле, если вы сюда придете на рынок, лучше берите пакистанская Но сейчас не урожай Пакистанская морковка будет готова только... Созреет только через 2 месяца Поэтому нам пришлось взять китайскую И возьмем еще баклажаны Я очень люблю баклажаны Баклажаны из упаковки 8 дирхам И смотрите, они просто из пенопластной коробки Просто высыпают в пакетик и уже отдают в пакетики И мы уже сюда грузим на нашу тележку Нам еще осталось взять помидоры, огурцы Ну, огурцы здесь такие дряблые Не удалось найти хорошие То есть, как мы любим, да, такие с пупырышками тверденькие Помидоры тоже какие-то сомнительные Но чуть-чуть возьмем, наверное, чтобы попробовать хотя бы Еще мы взяли тыквы Значит, килограмм тыквы 2 дирхама Ну, мы взяли вот такие примерно 2 тыквы Вот такого размера Они их не взвешили, просто на глаз сказали 4 дирхама за каждую тыкву То есть, мы 2 тыквы вот такого Вот такого размера 2 тыквы взяли за 8 дирхам Ну, вот еще мы взяли виноград Такая коробка примерно 1,5 килограмма Чуть больше даже полутора 10 дирхам Ну, они говорят 12, можно торговаться до 10 Короче, приезжайте на рынок на этот и торгуйтесь Если хотите дешевле, можно ходить несколькими кругами Несколько раз, переспрашивать И торговать, 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 спросить дешевле Ну, на самом деле, мы приехали сюда не торговаться, не брать дешевле Но если вы хотите взять дешевле и торговать Пожалуйста, приезжайте, торгуйтесь, гуляйте Что интересно, зелень здесь продается вот такими вот большими пучками, и сами понимаете, то есть если у вас семья небольшая или вы приехали сюда ненадолго, то вот этот пучок стоит 5 дирхам, но вы его съедите ли за несколько дней, большой вопрос, и он у вас, скорее всего, испортится, поэтому просите, в некоторых местах можно договориться, чтобы вам сделали пучок поменьше, ну, соответственно, он будет стоить дешевле, например, вот такой пучок 2 дирхам, ну, понятно, что он в несколько раз меньше, да, но лучше съесть вот этот, чем вот этот взять, и потом все пропадет. Ну все, мы закончили наш поход по рынку, набрали вот такую тележку фруктов, целую тележку, поэтому, вот видите, не стоит сюда на этот рынок ездить на такси, на автобусе, потому что вы это не увезете, лучше ехать на своей машине, либо на арендованной, набрали такую тележку, но потратили еще, я, честно говоря, сбился уже со счета, сколько мы потратили, короче, я уже не помню, что мы тут набрали, домой приедем, разберемся, и теперь поехали загружаться, все, прощаемся с этим рынком, еще раз напоминаю, что здесь цены такие, что можно торговаться, но мы, я скажу откровенно, особо много не торговались, поэтому у нас цель была просто быстро заехать, быстро купить, но если у вас есть много времени, можете ходить тут кругами, по разным продавцам, по разным точкам, пожалуйста, ходите, торгуйтесь, здесь можно хорошо сторговаться. Ну и опять же, чем больше берете, чем больше коробка, тем больше будет скидка. Давайте подведем итог, значит, это, нам сказали, рамбутан какие-то, экзотические фрукты, они выглядят как ежики, 10 дирхам пакетик, дальше поехали, короче, салат, салат, не помню, 5 дирхам вроде, да, 5 дирхам, 3 штучки взяли, потом это лук, 5 дирхам пучок, укроп и петрушка, за 2 дирхама взяли 2 пучка в итоге маленьких, это огурцы, такой пакетик 10 дирхам, виноград 10 дирхам, тоже пакетик, бананы, этот пакетик примерно где-то 15 дирхам, точно не помню все цены, если я где-то сбиваюсь, то простите, уже сколько помню, столько помню. Яблоки, значит, коробка вот эта, 10 дирхам, дальше поехали, киви, вот коробка вот эта, тоже 10 дирхам, груши тут, 2 коробочки такие, тоже 10 дирхам, картошка, дальше у нас тоже 10 дирхам в этот мешок, значит, 2 тыковки небольшие, 8 дирхам, вот эта 4, это 4, арбузики, мы взяли 2 таких среднего размера арбуза, за 60 дирхам нам их выступили, 2 арбуза 60 дирхам, так вот, морковка, это пакетик 5 дирхам, плюс идет баклажаны, пакетик 8 дирхам, потом перцы болгарские, да, красные, желтые, это вот пакетик такой, 10 дирхам, дальше это 5 дирхам, это кабачки такие, мини-маленькие кабачки, лимоны 3 штучки, 3 дирхама, то есть каждый лимончик по дирхаму, и манго, 30, а, и манго, вот такая коробка 30 дирхам, ну, в принципе, все, мы закончили наш поход по рынку, вот целый багажник, посмотрите, полный багажник набрали, это нам на четверых, на 2 недели, надеюсь, что мы с успехом справимся и съедим все это. Еще хочу обратить ваше внимание на несколько вещей, которые выяснились уже позже, после того, как мы закончили покупки на рынке. Первое, вот этот человек, который помогал нам с покупками, который со своей тележкой за нами ездил, с ним всегда договаривайтесь о его услугах заранее, до того, как пойти с ним покупать продукты. Мы, когда приехали на рынок, только зашли, он сразу подошел к нам, предложил свои услуги, я спрашиваю, сколько стоит, он говорит, ну, сколько дашь, столько и стоит. Я говорю, окей, пошли с нами. Пошли с ним, прошлись по рынку, все купили, затаялись, он помог загрузить и разгрузить. После того, как разгрузили, я даю ему 10 дирхам, он на меня смотрит обиженным, возмущенным взглядом. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, это стоит не 10 дирхам, а 130 дирхам. Я говорю, подожди, мы договаривались, ну, как бы не договаривались о конкретной цене, просто договорились, что я сколько могу, столько заплачу. И он начал возмущаться, я говорю, ладно, окей, забирай 30 дирхам, и все, на этом мы с ним разошлись. Еще раз, прежде чем начинать покупки, к вам обязательно подойдут вот это несколько людей с тележкой, будут предлагать свои услуги, им сразу говорите, друг мой, я тебе заплачу только 10 дирхам. Ты согласен? Окей, пошли. Не согласен? Окей, не надо, я пойду с другим. Обязательно до начала договоритесь с ним о цене за его услуги. Теперь следующее, значит, помните, мы покупали манго, такую коробку, да, в ППХ я не обратил внимания, что это на самом деле коробка от граната, тут прямо написано гранат, и на картинке гранат. Я думал, что это, значит, там верхний слой манго, и под ним еще один слой манго. Но на самом деле ничего подобного, второго слоя манго нет, здесь только один слой манго. И посмотрите, здесь в коробке вот все это бумага, 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 бумага. Имейте в виду, то есть это просто, чтобы мягче была подстилка для манго, чтобы они не помялись. Вот, так что не обольщайтесь, это не целое, там не два слоя манго, а будет просто один слой манго. Это, будьте к этому готовы. Теперь по бананам еще такой момент, когда я спрашивал тоже у продавца, сколько стоят бананы, он сказал, что типа 40 филсов за одну штуку. Посчитал там что-то и положил в пакет, говорит, все, там, с себя там 15 дирхам. Потом, придя домой, я просто решил ради интереса пересчитать, но здесь было ровно 15 бананов, сейчас уже несколько мы съели. Было ровно 15 бананов, 15 умножаем на 40, это получается 6 дирхам. То есть вот эта связка на самом деле стоит не 15 дирхам, а за 15 дирхам мы получили бы в два раза больше бананов. Поэтому будьте очень внимательны, проверяйте, перепроверяйте, пересчитывайте. Опять же, имейте в виду, вы находитесь на рынке, и на рынке людей, желающих воспользоваться вашей спешкой, или вашим незнанием, или то, что вы не разбираетесь, желающих предостаточно. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, все пересчитывайте, перепроверяйте. Ну и напоследок по поводу вот этого волосатого красного фрукта или ягоды, даже не знаю, как назвать. Я проверил в интернете, это называется рамбутан. Это в основном растет в Тайланде, еще в некоторых азиатских странах, в том числе в Индии. На самом деле вещь очень вкусная, вкуснейшая, прямо открываете аккуратненько, там, ножиком или зубами. Внутри такой плод, такой кругленький, белый, похожий на большой виноград. Вот, и внутри еще косточка. На самом деле на вкус он тоже похож чем-то на такой сочный, белый и сладкий виноград. Очень вкусно, мне понравилось. Если я найду в России, тоже, наверное, угощу кого-нибудь из друзей, обязательно поудивлю их этим новым экзотическим фруктом. И в итоге все эти покупки на рынке суммарно мы сосчитали, обошлись примерно в 240 дирхам, и плюс услуги вот этого носильщика, то есть получилось 270 дирхам. В принципе, если вы турист, то вам даже нет особого смысла ездить на этот рынок. Ну, возьмете вы себе ящик манго или ящик киви и сидите за неделю. Но время, деньги, которые вы потратили туда-сюда на дорогу, плюс вы новичок, не разбираетесь в этом. То есть первый раз высока вероятность, что вас там надурят, обманят или там что-то по завышенной цене, или наоборот обвешивают. Поэтому я вам не рекомендую туда ехать. Лучше идите в Кэррифур, в какой-то ближайший супермаркет и возьмите там просто поштучно на вес, сколько вам надо. Не надо на этот рынок гнаться, что вот я куплю больше и дешевле. Нет, вам нет смысла этого делать, потому что здесь всего на неделю, на две недели. Вам так много фруктов прямо не надо кушать ящиками. И, как правило, люди приходят отдыхать небольшими компаниями, то есть там один, два, максимум три человека, наверное. А если вы живете здесь, в Арабских Эмиратах, конкретно в Дубае, то, конечно же, на рынок ехать надо. Надо ходить там, разбираться. Не надо покупать в первом попавшемся месте. Сначала обойдите весь рынок, посмотрите. Когда мы покупали виноград, мы перепробовали, наверное, в пяти-шести разных местах. И везде, на самом деле, виноград был разный. И вот в том месте, где мы нашли виноград, который нам нравится по вкусу, его мы и взяли. То же самое касается остальных фруктов, овощей. Пройдите по всему рынку, посмотрите, где, что, почем. Вот этот тот же Рамбутан, например, во многих местах было по 12 дирхам, и они ни в какую не скидывали за вот эту упаковку. Мы нашли там, где было за 10. Поэтому спокойно приедьте, разберитесь, не спешите сразу сходу все покупать, все сметать. Они на вас набросятся, эти продавцы, они будут предлагать. Идем сюда, идем сюда, попробуй. Но вы помните, если уже вы приехали на рынок, то, наверное, ваша первоочередная цель что? Купить свежие, вкусные фрукты и дешевле, чем это в супермаркете. Поэтому, соответственно, подходите уже к покупке и к поездке на этот рынок. Ответственно, серьезно. То есть подготовьтесь, составьте список, что вам надо. Они любят предлагать то, что вам не надо на рынке. То есть приехали там за яблоком, вам предлагают апельсины. Чтобы такого не получилось, опять же, да, заранее подготовьтесь и именно покупать то, что вам нужно. Не поддавайтесь на слишком заманчивые уговоры продавцов. С вами был канал Индубай. Следите за новыми видео. Они обязательно появятся. Пожалуйста, провести терпение. Мы всегда думаем, чем бы вас еще интересным побаловать. Всего хорошего. До скорых встреч. Подписывайтесь. До свидания.